Приветствую, друзья! С вами Елена Викторовна, обучающий канал OK English, и мы с вами занимаемся прокачиванием своей английской грамматики на начальном уровне. Это тот уровень, который важен абсолютно для всех. Можно не знать каких-то особенностей и тонкостей, но обязательно знать базу и основу, на которой строится английский язык. Итак, мы с вами говорим об английских местоимениях, которые заканчиваются на слово self либо selves. И называются такие местоимения возвратными. Итак, самое важное, что нужно знать о возвратных местоимениях в английском языке, я для вас объясню в этом уроке. Давайте сначала посмотрим на то, как же образуются такие местоимения. I, me, myself. Я, мне, себя, но говорю я о себе. He, him, himself. Он, ему, себя, но говорит так мужчина. She, her, herself. You, you. Yourself или yourselves. You имеет несколько вариантов. Ты, тебя. Форма в английском одинакова. А если мы говорим себе, но ты один человек, мы используем форму yourself. Если я говорю себе, но вас много, несколько, мы используем форму yourselves. Есть варианты we, us, ourselves, they, them, themselves. Это чисто по технике образования. Мы берём личное местоимение в объектном падеже. Напомню, объектный падеж – это все падежи, кроме именительного. Так как в английском языке есть только два варианта – именительный, подлежащий, и всё остальное, что называется объектным, когда на этот объект направлено действие. Так вот, мы берём местоимение, личное местоимение в объектном падеже, и к нему добавляем слово либо self, либо selves. Если кто-то один, добавляем self. Если несколько, добавляем selves, что очень чётко видно с манипуляциями, с местоимением you. Теперь давайте посмотрим на примеры, чтобы стало понятно, в каких случаях надо использовать данную категорию местоимений. Он смотрит на себя. В русском языке себя – одна форма на всех. Я смотрю на себя. Ты смотришь на себя. Он смотрит на себя. Себя, себя, себя не меняется. В английском языке всё меняется в зависимости от исполнителя. Он, если он смотрит на себя, то мы должны сказать He is looking at himself. Есть такое выражение – угощайся или угости себя, если его расшифровать. Так вот, в английском оно звучит как help yourself – угощайся. Дословно, помоги себе, наложи себе сам еду. Help yourself – если я скажу это нескольким людям, я использую данную форму. Help yourselves – угощайтесь. У вас много. Или ещё один пример. They are enjoying themselves. Они радуются. Радуют себя. Enjoy themselves. They – themselves. Видите, каждый раз у нас, ну, кроме этой ситуации, да, совпадает исполнитель и местоимение, которое стоит возле self. He – значит, himself. Вот оно. He – himself. They – значит, themselves. Смотрим they – themselves. Видите, совпадает. И так будет постоянно, друзья мои. Теперь давайте разберём ещё больше примеров. Чем больше примеров, чем больше контекста, тем лучше, друзья мои. I looked at myself in the mirror. Я посмотрела на себя в зеркало. Я смотрела на кого? На себя в английском языке. Себя, если исполнитель я, это myself. He cut himself with a knife. Он порезал себя ножом или порезался ножом. He – значит, используем вариант himself. Как вы видите, местоимение со словом self, возвратное местоимение, можно переводить не только словом себя, себе, собой. Оно может также переводиться окончанием «ся» возле глагола. Порезался. Или я посмотрелась в зеркало. Посмотрелась. Вот оно, себя. Да, посмотрела на себя. Он порезался или порезал себя. Они угостились – угостили себя. Он посмотрел на себя или посмотрелся. Ну, в общем, себя и си или ся – это, по сути, одно и то же. У нас есть два варианта возвращать действие на себя в русском языке. В английском мы возвращаем действие, то есть используем возвратные местоимения. Это отдельное слово. Вот оно, друзья мои. Вот это категория отдельных слов, которые мы с вами разбираем. Она упала с велосипеда, но она не поранилась или не поранила себя. Она исполнитель действия. Значит, если действие направлено на неё, мы используем вот эту категорию – herself, себя. Please help yourself или please help yourselves – угощайся, угощайтесь. Я вам уже объяснила этот момент на примере. We had a good holiday. We enjoyed ourselves. Мы отлично провели каникулы. Нам понравилось. Мы получили удовольствие. В английском языке это выражение дословно не переводится. Enjoy. Self, что-то там oneself или oneself, да, вместо one будет стоять нужное местоимение. Это получать удовольствие. Получать удовольствие для себя. We enjoyed ourselves. Мы получили удовольствие для себя. То есть по-русски просто говорим «получили удовольствие». They had a nice time. They enjoyed themselves. Они отлично провели время. Они получили удовольствие. В скобочках для себя. Themselves. Запоминаем важное правило. То, что в русском языке переводится словом «себя», «себе», «собой», либо окончанием «с» и «ся» возле глагола, то соответствует английским местоимениям, оканчивающимся на слово «self» или «selfs». «Self» – когда кто-то один, «selfs» – когда несколько. При этом автор действия и первая часть местоимения, возвратного местоимения со словом «self» – «selfs» – они будут совпадать. I – my, he – him, she – her, you – your, we – our, they – them. Вроде бы всё должно быть понятно. Идём дальше. Но что бывает, когда у нас не совпадает автор действия и то, на что действия направлены? Здесь слово «self» появляться не будет. Например, she looked, she is looking at him. Она смотрит на него. Видите, она не смотрит на себя. She и him – это абсолютно разные местоимения. Поэтому мы не можем здесь сказать she is looking at himself. Это будет ерунда с точки зрения английского языка. Значит, слово «self» появляется только в этом случае, когда он и на кого он смотрит – это одно и то же лицо. He is looking at himself. Он смотрит на себя. Если эта категория не совпадает, то и слово «self» у нас не появится. Давайте смотреть на примеры. You never talk to me. Ты никогда не говоришь со мной. You, me – разные местоимения. Значит, вот первое. Автор действия будет из этой колонки, а на кого направленное действие будет из этой колонки. Sometimes I talk to myself. Иногда я говорю «с собой». I, my – совпадает категория. I, my – значит, добавляем слово «self». Себя. I didn't pay for them. Я не платила за них. Я, они – разные категории, поэтому используем разные местоимения. Слово «self» нам не нужно. They paid for themselves. Они заплатили за себя. They, them – категория совпадает, появляется слово «selfs». Почему «selfs», а не «self»? Потому что их много, больше одного. I'm sorry. Did I hurt you? Извините, я вам навредила или я вас поранила. Я, вы. Разные категории. Слово «self» не нужно. Be careful. Don't hurt yourself. Аккуратнее. Не поранься. Или не порань себя. Обращение, повелительное наклонение, ну, всегда обращено к человеку. Поэтому здесь нельзя говорить «your», «don't hurt you» или «don't hurt your», да, обязательно должны добавить слово «self». «Don't hurt yourself». Эта же ситуация была в этой колонке. «Help yourselves». Обращение к человеку, поэтому должны использовать не «you», должны использовать вот эту вот категорию. Это только для повелительного наклонения. Обратите на это внимание. Ещё есть одна интересная связка со словом «self», с местоимением «себя» в английском языке. которое обычно обозначает, что кто-то один. Это связка «by myself» или «by yourself» или «by themselves». В общем, предлог «by» и какой-то вариант местоимения со словом «self» или «selfs». Как это выглядит? «I went on holiday by myself». Я отправилась на каникулы одна. Если я хочу сказать, что я это сделала в одиночестве, без чьей-либо помощи, я использую связку «by» и нужный вариант со словом «self», так как «I», «я», значит, тут должен быть «my». Мы уже поняли логику. «Was she with friends?» «No». «She was by herself». «Она была с друзьями?» «Нет, она была одна». «Она была в одиночестве». «Она была сама по себе». Можем такой вариант применить. «She herself». Видите, опять категория совпадает. Итак, если кто-то сам по себе, кто-то в одиночестве, мы используем связку «by» и нужный вариант со словом «self» или «selves». Это нужно запомнить, друзья мои. Очень часто встречается в английском языке данная связка, особенно в песнях. Очень-очень много. Введите какую-нибудь песню в поиск со словом «by myself». выдаст вам целую кучу вариантов. Послушайте, как звучит эта связка. Есть ещё одно интересное выражение. «Each other». «Друг с другом». Оно, в общем-то, тоже относится к данной теме. Давайте посмотрим сначала на примерах, потом выведем правила. «Kate and Helen are good friends. They know each other well». Катя и Елена – отличные друзья. Они знают друг друга хорошо. Прямо, слушайте, как я в школе. У меня была лучшая подруга по имени Катя. И вот все знали. «Kate и Елена – лучшие подруги». «They know each other». Они знают друг друга. То есть, если действие направлено не только на себя, а как бы такое перекрёстное движение. Я – он, он – я. Друг друга, да, вот то, что в русском языке. Это each other. «Paul and I live near each other». «Paul и я живём рядом друг с другом». «Друг с другом». «Each other». То есть, он живёт возле меня, я живу возле него. Опять такой вот перекрёсток получился. Действие взаимонаправлено. Моё на него, его на меня. В этой ситуации нам уже нельзя использовать местоимение self. Мы должны использовать связку each other, друг с другом. Давайте сравним each other и selves. «Тим и Сью посмотрели друг на друга». То есть, Сью в этот момент не смотрела на себя. Тим не смотрел на себя, но они смотрели друг на друга. Мы используем связку each other. А теперь, если они оба будут смотреться в этот момент в зеркало. «Тим и Сью посмотрели на себя». Чувствуйте разницу. Как говорится, почувствуй разницу. Друг на друга и на себя. Оба в этот момент смотрели на себя. «They looked at themselves». Всё основное вроде, друзья мои, перечислила. Ничего не забыла. Если вам хочется узнать больше информации о теме возвратных местоимений, откройте раздел «Синемёрфи». Там у меня есть урок, кажется, под номером 83. Полностью урок посвящён этой группе местоимений. Зайдите, посмотрите, тоже много полезного узнаете. Ну что, друзья мои, будем с вами заканчивать. Надеюсь, материал вам был полезен. Обязательно, как я вам говорила, сделайте задание после юнита. Обязательно послушайте ещё раз все примеры, которые мы с вами разобрали. Примеры озвучены дикторами, британцами. Послушайте, потренируйте свой английский на слух. Без постоянных тренировок вы не сможете, друзья мои, слышать английский язык. Обязательно давайте своим ушам информацию, особенно ту, которую мы с вами разобрали до этого. Услышав эти примеры несколько раз, в озвучке британцев, американцев, вам станет намного проще понимать устный английский язык. Занятие провела Елена Викторовна. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Смотрите ещё больше полезных уроков по английскому языку. И вскоре в разделе «Красный Мёрфи», вот в этой вот прекрасной книжечке я запишу абсолютно все разборы юнитов. Пользуйтесь на здоровье. Данной информацией я делаю специально для вас. До встречи, друзья мои, в следующих уроках. Пока! They had a nice time. They enjoyed themselves. Section B You never talk to me. Sometimes I talk to myself. I didn't pay for them. They paid for themselves. Did I hurt you? Be careful. Don't hurt yourself. Section C I went on holiday by myself. Was she with friends? No, she was by herself. Section D Jill and Anne are good friends. They know each other well. Paul and I live near each other. Steve and Sue looked at each other. Steve and Sue looked at themselves. And I tried to make them bougies. The first thing I did認為 my dog was very confused without me. So, we used to slight cabbage I brought her together into this podcast. Let's get one of short doulasrelos to the coffee. So, the next thing I took was to A&G. So, let's make sure that they can voz and róal through the coffee. Some of that I used toours have a little bit ofließman. I was hanya음ine as well production says the axle helpful plan. Always Johanía gave me dogs. You were afraid to sense the Albania. Продолжение следует...